Сегодня, друзья мои, в Евангелии, 17 глава Евангелия от Луки, стихи с 3 по 10. И там последние 2-3 стиха в этом маленьком отрывке говорят следующее. «Кто из вас, имея слугу, который пришел с поля, пахал или пас, орющий или пасущий, то есть занимался или с землей, или со скотиной, кто из вас, имея такого слугу, пришедшего домой, не скажет ему «накрой мне на стол и дай мне есть, пообедать приготовь, а потом, когда я поем, я будешь есть ты». И если он сделает это, кто из вас будет его хвалить? Никто. «Так и вы, — говорит Господь, — если вы сделаете все, что вам приказано, все равно говорите, мы рабы некудышные, рабы неключимые, мы сделали всего лишь то, что нам повелели сделать». Что имеется в виду? О чем здесь говорится? Говорится очень важная вещь, на самом деле. Дело в том, что человек, когда делает что-то для Бога, он может воспитать в себе тайную уверенность, и говорит, что Бог ему что-то должен. И тогда получится какая-то странная такая жизнь. Кстати говоря, в христианском мире эта идея того, что Бог мне должен, она получила философскую и богословскую обработку в Западной Церкви. И у наших с вами, скажем, правда, братьев, потому что все мы через Адама братья, а еще и все-таки мы не чужие друг другу и по истории, и по многому в общей вере с теми же самыми католиками, они не враги наши, у нас кроме греха и дьявола врагов быть не должно. Но у них там много всякого такого, чего принимать нельзя у католиков. У них в средние века возникла такая теория сверхдолжных заслуг, которая как-то так хитро у них это вышла. Совершенно лживая теория, честно говоря, заключающаяся в следующем, что есть должные заслуги человека перед Богом, то есть то, что ты обязан сделать. А есть сверхдолжные. Ну, условно говоря, если, например, приказано всем поститься в среду и пятницу, то награды тебе за это особо и такой не будет. Ты просто должен это делать. А если ты еще будешь в понедельник поститься, добавляя к среде и пятницу еще один постный день, то тогда Бог тебе уже должен что-то, потому что ты сверхдолжного делаешь что-либо. Или если ты, например, отдаешь десятину, то ничего тебе награды за это не будет, потому что ты просто обязан это сделать. А если ты отдашь, например, пятую часть, а не десятую, то есть в два раза больше, то тогда уже получается ты сверхдолжное нечто сделал. И на этой вот теории сверхдолжных заслуг еще построено целое такое здание из песка. Считается, что есть много святых, у которых есть сверхдолжные заслуги. А у церкви есть некий банк, капитал сверхдолжных заслуг, из которых можно покрывать чужую недостаточность. Например, Николай Чудотворец сделал Богу очень много хорошего, так принес в жертву всего себя, и много святости родилось от его дел, трудов и прочего. А допустим, а я чувствую, что я как голый король, например, что мне нечем наготу прикрыть, мне нечем закрыться, я пустой. Тогда, значит, как бы можно взять, от одного взять и дать тебе, и как бы из его сверхдолжных заслуг компенсировать твое отсутствие должных заслуг. Это какая-то хитрая такая система, такая очень похожая на банковско-кредитную систему, только касательно, не денег касательно, а всяких святых понятий таких там, добрых дел, благодати и прочее, прочее. Это, конечно, не так. Все не так формалистично, все не так заорганизовано, и все не так, так сказать, наукообразно, все по-иному. И у человека перед Богом нет заслуг, тем более сверхдолжных, нет. И хорошо бы, чтобы человек, что бы он ни сделал, имел вот такую вот простую мысль в себе, как говорит сегодня Евангелие, что что бы ты ни сделал, ты не имеешь права сказать, что теперь ты, вот теперь, понимаешь, и сейчас я пришел, теперь ты мне послужи. Понимаете? То есть, как бы вот этот слуга, вернувшийся с поля, потный, пыльный, голодный, уставший, он не садится сразу за стол. Сначала хозяин говорит, невзирая на то, что человек трудился, что он работал, что он выполнял повеленное и хорошую работу делал, он приходит, и господин не спешит ему служить, он еще умножает ему работу. Говорит, ну-ка, давай еще садись, еще накрой мне на стол, я буду есть и отдыхать, а уже потом наступит время и твоей работы. Слуга не должен обижаться на такие приказы, и хозяин не обязан его хвалить за это послушание, потому что он всего лишь слуга, понимаете? То есть, если это к нашей жизни приклеить, этот святой пластырь к нашим ранам, то так оно и получается, значит, что я, дескать, работал, работал, делал, делал, а вместо того, чтобы у меня наступило всю жизнь легкое, приятное и сладкое, у меня какие-то новые тяжести, новые сложности, новые неприятности, да? И мы начинаем удивляться этому, мы говорим, ну как же так, ну что это такое? Вроде бы, когда я в церковь не ходил, мне, кажется, даже легче жить было, а сейчас я вроде бы и пощусь, и милость не даю, и в храм хожу, и в божьи книжки читаю, а когда у меня раз, еще какая-то тяжесть, раз, еще какая-то тяжесть. А так и получается, что ты похож на человека, который с поля вернулся, у которого руки болят, ноги болят, спина болит, который покрытый потом и пылью, а вместо того, чтобы тебе, так сказать, помыть ноги и посадить тебя за стол, тебе говорят, еще мне поработай, еще вот это мне сделай, еще вот это мне сделай, и за это, кстати, тебе тут же автоматически никакой похвалы не приходит. Вот, чтобы нам не обижаться на эти ситуации, потому что это как бы вскрываются духовные механизмы, духовные механизмы вскрываются. То есть многие люди начинают роптать, обижаться, многие теряют веру, многие говорят, да ну это вообще невыносимо, это невозможно, что за жизнь такая. А вы посмотрите, как тяжело живут самые лучшие люди, как, например, святой Иоанн Претеча, который больший от всех рожденных женами. Никто из чрева женского не выходил святее, чем Иоанн, кроме Иисуса Христа, вышедшего из лона Девы. Значит, Иоанн же в жизни ни одной конфетки не съел. И всю жизнь взрослую, которую он прожил на земле, он ни разу не укрывался теплым одеялом. Да и спал только на земле, он никогда не лег на мягкое. И вроде бы эта жизнь совершенно подвижническая, тяжелая, пророческая, закончилась еще отсечением головы в тюрьме. Вместо того, чтобы дать ему христианскую, как мы молимся, христианской кончины, безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго ответа на страшном судище у Бога просим, вместо того, чтобы дать ему тихую, блаженную, мирную, святую кончину, какая бывает у многих праведных людей. Бывает, и нередко бывают. Бывают такие награды, но смотрите, чем святее человек, тем тяжелее его жизнь. И потом даже в конце жизни никого покоя, а в тюрьме, значит, на коленях, преклонив голову под меч, закончил жизнь самый великий пророк и самый ближайший друг Христов. Поэтому здесь много непонятного, много недоуменного. И, конечно, нам с вами, дорогие друзья, необходимо трудиться Бога ради. Трудиться. Трудиться можно ради прощения своих грехов. То есть какая цель вдохновляет человека на то, чтобы ехать в паломничество, жертвовать свои деньги, вещи и силы, подниматься ни свет ни заря, ходить в Храм Божий на каждую службу, не лезть в чужие дела, молчать, забывать, прощать обиды, ухаживать за больными и так далее. Какие мотивы могут двигать человека на эту такую тяжелую, тесную, трудную жизнь, вместо того, чтобы просто себе лечь с газеткой, например, на диван или на лавочке развалиться, значит, отдохнуть часик-другой. Нет, как-то совесть мучает, что это самое, надо вставать, что-то делать хорошее. Нечего отдыхать, надо что-то хорошее делать. Какие мотивы могут быть в наших трудах? Желание, чтобы простились нам все наши грехи. Это прекрасный мотив. Из желания получить прощение грехов можно всю жизнь свою превратить в постоянные полезные занятия. Потом желание принести благословение тем, кого ты любишь. Например, ради дочерей своих, их замужества, ради сыновей своих, их благополучной жизни, ради упокоения своих покойных сродников можно тоже превратить свою жизнь в постоянный Божий труд, постоянные полезные занятия. Не в отдых, перемежающийся с легкой работой, а в постоянную полезную работу. Можно ради этого. Это блаженная цель. То есть, зачем ты трудишься? Я хочу, чтобы Бог простил грехи моему неверующему отцу. Или я хочу, чтобы мои дочери были счастливы в браке. Допустим, я буду трудиться ради этого. Это хороший мотив, хорошая цель. А еще выше, еще выше. Это просто, когда человек уже ничего не просит, ничего не хочет, а только трудится ради Господа, потому что он просто Бога любит. Ничего особенного не просит. Что дашь, то и будет. Дашь это, слава тебе. Не дашь, какая разница? И без этого проживем. Вот это, конечно, самое высокое. И до этого не сразу дорастешь. Да и не каждый дорастет. Дорастают единицы, остальные не дотягиваются до этой высоты. Поэтому смотрите внимательно, как интересно Евангелие нам вскрывает наши душевные болячки. Значит, мы действительно часто думаем, что вот я уже потрудился, или потрудилась, но пора бы уже какой-то и награды получить. Нету награды. И не жди ее, и не надо. И когда не ждешь, тогда быстрее получишь. А когда ждешь и мучаешь свою душу, а она все не приходит и не приходит. Вы знаете, что ждать и догонять? Самое тяжелое занятие в жизни. Ждать у моря погоды. Ну когда же? Ну когда же она придет, эта милость долгожданная? А если не ждешь и отказался ждать ее, она как раз тогда и придет, как дождь на руно, как роса на землю. Причем Евангелие говорит нам еще интересно. Значит, Господь говорит, помните, это известная фраза, которую многие неверующие превращают в упрек. Дескать, когда тебе ударили в одну щеку, подставь вторую. Помните, да? Там же не так все просто. Это не обязательно буквально это все понимать так грубо. Про мордобой. Там не про мордобой говорится. Потом говорится, значит, там, что кто берет вас по силе идти кусок дороги, иди с ним в два раза больше. То есть быть готовы идти больше. А кто снимает с себя верхнюю рубашку, отдай ему нижнюю. То есть, по сути, общий смысл этой тройной фразы Христовой можно выразить так. То есть, будь готов трудиться в два раза больше, чем трудишься сейчас. Потому что я тружусь, я уже устал. Думаешь, да когда уже все это закончится? А Евангелие говорит, а ты будь готов в два раза больше потрудиться, не ожидая награды. И вот тогда будет тебе легко, как ни странно. Вот именно тогда человеку легко, когда он готов бежать три километра вместо одного. Когда он готов поститься восемьдесят дней, а не сорок. Когда он готов службу стоять пять часов, а не два. Вот представьте себе, человек пришел на службу и думает, служба будет пятнадцать минут. А она идет два часа. И он изноит весь. Он же истомится весь. Он будет лазить туда-сюда, по этому храму, зевать, ходить, чесаться, бродить, думает, когда оно все закончится. А если ты пришел на службу и думаешь, служба будет идти часов шесть. А она все лишь два часа. Говоришь, что все что ли уже? Все, с миром мы зайдем, отпущайтесь в мир, идите по домам, закончили божественную службу, все честно исполнено. Ты говоришь, да, это все. Чего я думал, это будет тяжелее? Понимаете? То есть настройся на больше труд и получишь большую награду. Во-первых, меньше устанешь. Легче пройдет тебе твоя священная миссия, исполнится она с большей удачностью. И ты даже и награды не захочешь, даже тебе ее принесут. Скажешь, а за что? Я даже устать не успел. Понимаете? Для меня это и не трудно было совсем. Стыдно получать награду за то, что тебе не трудно. Обычно награды дают за то, что человеку тяжело дается. Когда там атлет бежит и уже там умирает на финише, и потом получает лавровый венок или медаль на грудь, то это заслуженная награда, потому что он чуть не умер на финише на этом. И потом, когда флаг поднимают и гимн поют, они плачут, как дети плачут и от радости, и от всего на свете у них душа. А если ты вообще не трудился, то тебе как-то и стыдно награду брать. Ты тогда ее и не хочешь. Так вот, так получается, такая какая-то хитрая тайна получается. Если ты приготовил себя на большие труды, то ты меньше устаешь и никаких наград не хочешь. А кто что-то хочет больших наград? Тот, кто мало трудился и уже устал. Вот эти люди, которые, по сути, еще многого не сделали. Как, допустим, Павел говорит, не нойте, не жалуйте, вы еще не до крови боролись против греха. А как это против греха бороться до крови? Я не знаю. Надо что-то такое делать, чтобы под ногтями кровь закипала, что ты боролся? Боролся с грехом-то? Говорит, еще не плачьте, не нойте. Вы еще до крови не боролись, еще не страдали. А уже, потому что мы устали, нам тяжело, нам трудно жить, нам и то, и все. А когда же, когда же, это самое, знаете, как в сказке про доктора Иболита, там бегемотики, они в Африке болели, у них животики, они лежали на пляже, значит, на берегу морском и горько плакали. Говорит, ну что же он не едет? Ну что же он не едет, доктор Иболит? Вот у них уже, у бегемотиков животики болят. Вот мы, как эти бегемотики с больными животиками, ну когда же эта милость Божия придет? Когда же, наконец, придут отрадные дни от лица Господня? Когда же будет нам прохлада и красота? Вот это, очевидно, обличает в нас то, что мы мало трудились, и уже устали, и уже хотим награды. И вот сегодня Евангелие так бац по лбу, меня, тебя, его, ее, всякого человека, который читает и слушает Евангелие, говорит ему, если ты запыленный, уставший, пропотел и пришел, значит, домой с работы, не жди, что тебя тут же посадят за стол. Ты, наоборот, готовься к тому, что ты еще дальше будешь работать, и за это не получишь награды никакой благодарности, потому что такова твоя работа, у тебя нету заслуг перед Господом Богом. Сколько нужно молиться, чтобы заслугу получить от Господа? Вот сколько. Вот в Акафисте Иисусу Христу мы, допустим, там читаем, равночисленные песка, если песни принесем тебе, святия святых, то ничто не делаем достойного. То есть, если бы мы все растворились, расплавились, как воск от огня и превратились в сплошную молитву, разве это можно считать достойным? Значит, ну хорошо, нормально. Он ангелы поют с утра до вечера, Богу, значит, такой не уставая, и никто из них не ждет себе, никакой из этого подарок ни машины, ни квартиры. Просто любят Бога и поют в славу Его и работают для Него с утра до вечера. Значит, поэтому сколько нужно вообще? Иногда нужно только слово сказать, и ты получишь то, что хотел. Как разбойник сказал только помяни меня во царстве своем. Он даже многого и не хотел. Он же не хотел, говорит, подари мне рай. Говорит, ты Христос? Говорит, да. О, раз ты Христос, то сделай так, чтобы я был в раю. Он же так не просил. Он сказал, просто вспомни про меня. Больше ничего не надо. Ты когда будешь там в царстве своем, вспомни про меня. Помяни меня во царстве твоем. Просил мало, получил много. Я думаю, даже, что в мирской жизни у нас получается совершенно по-другому. Знаете, когда приходишь к начальникам просить что-либо, есть такая пословица, проси верблюда, все равно дадут осла. То есть проси много, дадут мало. Верблюда проси, осла получишь. То есть в пять раз меньше получишь, чем ты просил. Так бывает в жизни. Это не могу, это потом, это не сейчас, а вот это на. Спаси на том спасибо, это хорошо. А с Богом, оказывается, по-другому. Проси мало, получишь, но он. Говорит, вспомни меня. Говорит, будешь в раю. А если бы сказал, заведи меня в рай, наверное, он бы, может, даже отвернулся от него, а кто знает. Говорит, ты много просишь. Ты что, забыл, что ты за грехи распятый? Понимаете? Так интересно, это все меняется. В Божьей этой жизни все меняется. Хотя должен вам сказать, что иногда есть моменты в Писании, когда действительно можно думать, что Господь превращается в должника, в человека. Есть такое в Писании. Например, Соломон Премудрый говорит, кто кормит бедного или помогает несчастному, обездоленному, тот дает взаймы Богу. То есть ты оказываешь милосердие и жалость. Господь любит суд, Господь любит милость. Отче Господне на праведных и уши его в молитву их. Господь очень любит всех тех, кто открывает свою руку, открывает свое сердце, переживает, помогает, лечит, не знаю, что там еще, учит. Всякого человека, который делает милость, Господь любит, потому что милости Господней исполнена земля. Ни одну, как там в псалмах пишется, ни одного птенца в гнезде Бог не забывает. Он подыскивает червячков для мамы и папы, для этих птичек, чтобы они накормили каждый открытый рот. Богу важно, чтобы все были сыты, чтобы всем было хорошо, потому что он любит все, что создал. И те, кто помогает Богу в этом вопросе, эти милосердные, трудолюбивые, чистосердечные люди, они Богу очень приятны, это его помощники, это армия его помощников, соработников. Поэтому, значит, если ты делаешь что-нибудь такое, что Богу приятно, Соломон говорит, то Господь тебе обязательно все это отдаст потом, еще и с процентами отдаст. То есть ты превращаешь Господа Бога в должника, а Господь долги отдает, Он долги платит. Он отдает тебе в пять, в десять, в двадцать, в сто раз больше, чем ты там потрудился. Поэтому, если брать уж так по справедливости, сказать, то, конечно, в Писании есть такие моменты, где между Господом, Богом и человеком устанавливаются отношения такие, как бы, значит, сделай это, я тебе заплачу. Сделай еще вот это, я тебе отплачу и за это. То есть есть такие. Но, когда у нас возникнет самомнение какое-нибудь о себе, и мы вдруг подумаем, ну, я уж натерпелось, или я уже наработался, или я уж тут натрудился, намолился, вот тогда нам нужно вылечить эту язвочку. И вылечить ее нужно, опять-таки, Евангелие. То есть нужно просто знать, какой текст, как пластырь, как лекарство, приложить к какой ране, в какое время. Поэтому, если вдруг у вас возникнет, какое-то такое уже раздраженное ожидание наград. Ну, когда же, допустим, ну, скажем, девушка хочет замуж. Это хорошее, священное желание, и она, например, вот просит, 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 а его все нету и нету, и стук копыт белого коня с принцем на спине, как бы, значит, никак не раздается у крыльца. Ну, нету его что-то, вот нет. Она просит и просит, и просит, и просит. И она может раздражиться уже, в конце концов, на господине. Ну, когда же он исполнит мою просьбу? Ну, когда же? А вот, значит, готовься еще, сколько ты молилась? Три года. Еще готовься шесть лет молиться, а там посмотрим, допустим. И когда ты это сердце свое поставишь на стражу, скажешь, да ладно, буду просить, сколько надо, столько буду просить. Глядишь, через два дня все исполнится. Ты только приготовься, и сроки сократятся. То есть, да, действительно, если ты готов всю жизнь трудиться, эти сроки уменьшаются, и милость приближается. А когда кончается терпение у человека, и он уже все начинает дергаться, тогда он печально находится в состоянии, это жалкое состояние. И я это жалкое состояние знаю по себе, а вы должны знать это жалкое состояние по себе. Состояние терпеливости, маловерия, сомнения, разбитых помыслов, и какого-то такого недоумения, как бы, как жить дальше, что это такое вообще происходит, и что будет дальше. Вот имейте в виду, что любой евангельский текст, это такой маленький пластырь, такой маленький, значит, как мазок, такой какой-то драгоценной мази на язвочку. Только нужно разобраться, какую язвочку, когда мазать, и чем. И тогда без ошибок можно будет потихонечку лечить свою душу. Трудитесь, дорогие христиане, Бога ради, не унывайте, не печальтесь лишний раз о том, что якобы у вас нет того, что вам надо. Скорее всего, у нас есть именно то, что нам надо. Не больше и не меньше. Митрополит Антоний Сурожский, Царство Небесное, говорил, что относиться как к подаркам, нужно ведь не только к подаркам, например, к коробке конфет, там, скажем, или к бутылке шампанского. Относиться к подаркам можно ведь даже и к неприятностям. Но это надо иметь такое какое-то, надо иметь Духа Святого, чтобы так поступать. И он там говорит про кого-то человека, который был очень праведный, но ужасно несчастный. И бедный, и больной, и одинокий, и какой-то вечно впроголод живущий, а при этом был святая душа. И люди говорили, ну что за Бог у вас такой, ну что это, говорит, ты такой вроде святой человек, говорит, был бы я Богом, я бы тебя осыпал бы всеми милостями. А ты вот Богу служишь, а что-то живешь, так что на тебя страшно смотреть. А тот говорит, отвечает, что вы должны понять одну такую вещь, тяжелую, правда, но попробуйте понять. Господь Бог знает, что все, что у меня есть, вот эти все мои несчастья, там это одиночество, старость, какая-то худость, какая-то, это именно то, что мне надо, это вот именно вот оно. И вот именно то, что мне надо, Господь Бог щедро мне подарил. А ведь действительно, действительно, ведь, например, иногда человек, вот как Амбросий Оптинский говорит, что монаху, особенно современным монахам, когда подвигов уже нести человек не всегда может, когда люди расслабели, немножко разленились, такое, монаху, чтобы заповеди исполнить, необходимо иногда болеть. Болеть. Болезнь очень полезна, особенно для монашествующих. Чтобы ему там в голову дурь всякая не лезла, ему лучше, значит, поохать там, попить таблетки там, какие-то там, и так далее, и тому подобное, что когда у него ноги крутит там, в животе бурчит, значит, глаза попадают, зрение там, то болит, это болит. Это оказывается полезно. И Авросий Оптинский говорит, что монаху нельзя лечиться даже, ему нужно подлечиваться. То есть до конца болезнь не залечивать, чтобы она уходила. Они должны любить свою болезнь, говорит, оставайся, благодаря тебе я учусь терпению, и у меня блудные помыслы в голову не лезут. Там, когда сильно как заболеешь, например, тебе что там нужно вообще от жизни, когда ты заболеешь? Ничего не надо. Ты кому-то завидуешь, когда ты заболеешь? Ну, разве что здоровому. А про машины, про женщины, про курорты ты думаешь в это время? Нет. Только бы перестало болеть то, что болит. Не важно что. Глаз, зуб, печень, сердце, ноги, руки, там, какая-нибудь там, что хочешь, как тебе припечет. Оказывается, это полезная вещь. Ты совершенно перестаешь грешить, когда ты болеешь. Только не ропщи. И тоже в Библии написано, что болеющий плотью перестает грешить. То есть, если бы не было больниц, то грехов было бы больше. Если бы люди не болели, они бы были такими суровыми грешниками, как это было до потопа. До потопа люди не болели. Они были здоровые, красивые, как олимпийские боги. И жили по 800, по 900 лет. Но они были такие гнусные и развратные, что Бог их потопил всех водой, и ни одного не осталось, кроме Ной и его семьи. А красавцы были просто неописуемые. Силачи, красавцы и все на свете. И вот на эту красоту, таланта, отсутствие болезней, накладывается потом легкомыслие, забвение Бога и всякие гадости греховные. И люди растлились. Понимаете? Мы когда болеем, мы действительно лучше становимся. Поэтому даже болезнь свою можно беречь, как подарок. Допустим, там скажет человек, а такие люди, я знаю такие испылики, я и читал об этом, и слышал, я и по себе знаю, по другим знаю. Допустим, когда я был здоровый, сильный, крепкий, я блудил, как сумасшедший. А сейчас у меня все болит, я еле хожу. У меня ни одной дурной мысли в голову не лезет. У меня только одна мысль, чтобы болела поменьше. Поэтому здесь болеть, как подарок тебе пришла. Понимаете? Это тоже нужно иметь Духа Святого, чтобы так к болезням относиться. Ко всем. Это тоже, кажется, на тебе. Это тебе милость. Это не наказание тебе. Это тебе милость. И много таких странных милостей, когда ты думаешь, да это вообще какой-то ужас, разве это может быть милостью? Может. Может быть милостью. Сколько таких историй есть, например, кстати, нужно молиться за путешествующих, плавающих по морю, по воздуху плавающих. Потому что, как мухи, над нами летают самолеты туда-сюда, значит, Ежесекундно в воздухе находятся сотни тысяч людей по всему миру. В воздухе. И вот время от времени совершаются разные неприятные вещи, потому что нет ничего совершенного в руках человеческих. И машины бьются на земле, и самолеты эти бедные ломаются, падают, там взбиваются, значит, в воздухе. Человек про них вдруг заговорил. А, да, значит, был недавно случай, такая катастрофа была. Французский лайнер рухнул в Атлантический океан. А летел он где-то то ли с Аргентины, то ли с Бразилии во Францию. И там осталась живых супружеская пара, которая попала в пробку. По дороге в аэропорт. И не доехали вовремя до рейса. И в такую пробку попали, как у нас бывает в Домодедово, или в Шереметьево такое, что на пару часов опоздали. Когда вот это случается с человеком, ты же ясно понимаешь, в первые секунды думаешь, ну, елки-палки, ну, что за жизнь такая? А только потом, через часов 5 или 6, когда пошла уже новостная строка по телевизору, разбился лайнер такой-то, такой-то маршрутом Буэнос-Айрес-Париж. И ты понимаешь, вот оно. То есть ты потом понимаешь, что это же, оказывается, милость, твое опоздание, оно же тебе в жизнь. А твой успех, он был бы тебе в печальную судьбу со всеми теми, кто успел. Понимаете? На рейс. Поэтому все, что мы имеем, оказывается, конечно, трудно так жить. У нас слишком мало, так сказать, что-то такое, соли, соли мало. Как говорит Господь, соль имейте в себе, и мир имейте между собой. Соли мало. Мало духа, чтобы так правильно к жизни относиться. Но потом уже, когда к старости человек свою жизнь анализирует, он понимает, что вот это я не поступил тогда в институт, а это была милость. Я так плакал, а это был подарок. И вот на той девушке я не женился, и горько было, полгода есть не хотел. А оказывается, это милость. Потом я узнал, что, значит, от того, за кого она вышла, что она за фрукт, и как хорошо, что я мимо нее по жизни прошел. И вот так вот мне вот этого хотелось, а я не стал этим. Хотел быть, например, кинорежиссером, а не сложилось. И тоже так печалился. А не печалься, ты все потом смотришь, обернешься, смотришь, а как красиво Господь тебя между ямами провел. Там капкан, там яма, там то, там все, а ты между них пропетлял, как между капель во имя дождя. И сухой. Это Господь так делает. Поэтому, оказывается, все у нас хорошо, даже включая заболевший зуб, как ни странно. Не хочу, чтобы зубы болели, противно это дело. Но даже если он заболел, то значит для чего-то это надо. И если у тебя там где-то значит еще что-то случилось такое бытовое, там у женщины сломался каблук, там или ноготь, она его растила, растила три месяца, красила, красила, он взял, у него сломался, наплачет. А это тоже какая-то милость. Такие, ну глупости наши житейские такие, мало ли что там. Что-то сломалось, что-то значит там бензин кончился, и ты опоздал на деловую встречу. Значит, как-то это все Богом управляется. И если мы будем благодарны за это, то мы тогда будем настоящие мудрецы. Не думайте, что у вас это получится завтра. У вас это не получится может даже до смерти. Но иногда пробовать просто нужно. Есть такой грех, такая болезнь души называется перфекционизм. От слова perfect, так сказать, совершенный. Люди стремятся к полному, абсолютному совершенству. И очень скорбят, когда у них этого полного, абсолютного совершенства не получается, не достигается. Там не то, здесь не так. Так вот, имейте в виду, что перфекционизм это прикрытая гордыня. Это просто гордое желание быть маленьким Богом. Чтобы у меня все было глянцем, чтобы комар носа не подточил. В жизни так не бывает. В жизни именно надо быть немножко больным, немножко дурным, немножко уставшим, немножко хромлющим, немножко таким, немножко опаздывающим, немножко забывающим, а таким вот совсем-совсем, таким вот, как стуватная лампочка горящая, значит, такая ярко-ярко, таким быть не получится. И надо стремиться даже. Надо иметь покаяние и не роптать на Господа. И быть готовым дальше трудиться. Дальше, 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 без всяких наград и похвал. Вот таких тружеников, трудолюбцев таких, Господь, я уверен, любит. Любит, и к ним приходят нужные награды в нужное время. Вот, поэтому сегодня мы лепим на свою больную душу, на наши язвочки вот этот пластырь из Святого Евангелия. Это было Евангелие от Луки, 17 глава, стихи с 3 по 10. Если у вас будет любовь к Святому Слову, то вы можете прийти домой, найти у себя это Евангелие от Луки, развернуть его на 17 главе и еще раз перечитать то, что там сказано, то, о чем мы с вами сегодня кратко побеседовали. Пожалуйста, открывайте Евангелие почаще, потому что я уверен, что если даже каждый день в храме это говорить, то все равно в храме хотя бы один человек найдется, который никогда не читал Евангелие. И здесь наверняка кто-то стоит такой, бродяга, который, значит, ни разу в жизни не читал Евангелие. И еще один бродяга найдется, который читал его лет 15 назад. И где-то у него дома оно лежит, но он забыл где. Поэтому приходите домой, находите Евангелие свое, находите его и начинайте потихонечку читать. Сегодня можете читать 17 главу Евангелие от Луки. Стихи всего-то навсего. С третьего по десятый. Семь стишков. Благословение Господне да будет с вами, ангела-хранителя. С Богом по домам. Целуйте крест. Благодарите Христа, кто причащался.